здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачко если вы любите пить чай китайский я уважаю ваш выбор это великолепный напиток который обладает уникальным цветом вкусом ароматом он обладает еще великолепными лечебными свойствами и если вы знаете как правильно выбрать чай китайский и правильно его приготовить то вы занимаетесь активной профилактикой рака особенно рака кожи почек и легких а также вы не рискуете развитием рака полости рта пищевода желудка кишечника как минимум но конечно я понимаю вкус вы уже выбрали вы уже выбрали источник если вы считаете что ваше здоровье бесценно то есть оно для вас не имеет цены по причине что его много и считаете что эта информация вам не так важно ну напишите под видео комментарии я люблю играть в русскую рулетку и буду продолжать пить тот чай который я уже выбрал без вас а если вы считаете что все-таки ваше здоровье бесценно то есть иными словами это самая высокая цена которую вы имеете его нужно беречь холить и лей потому что она может когда-то закончится и миллионеры миллиардеры готовы стать нищими лишь бы вернуть утраченное здоровье я попросил бы вас написать под своим видео комментарии я не люблю играть в русскую рулетку я пойму кто смотрит мои видео потому что выбор любого продукта питания напитка он должен быть осознанным зависимости от тех уникальных свойств которые вы имеете от вашего уровня здоровья вот в этом видео я расскажу как же выбрать все-таки чай китайский правильно именно для вас вы сделаете свой выбор в одном из следующих видео я расскажу как правильно приготовить тоже имеет значение знать набор продуктов на украинский борщ важно но складывая их своей последовательности и степени обработки вы получаете разный борщ кто-то может получить борщ для набора веса у кого-то получается постный борщ для снижения веса а доктор скачко знает как готовить десятки видов борща для тех целей задач которую перед собой ставите и для снижения веса и для набора и для укрепления иммунитета и для очищения организма и просто как вкусное полезное для здоровья блюдо вот как выбрать чай китайский и так есть целая линейка видов чаев я не говорю о компаниях я говорю о том что происходит с чайным листом и какие полезные свойства может вам принести через чайный напиток и так чего все начинается на чайном кусте раскрывается почка и появляется флеш это три четыре маленьких первых листиков вот чем они ценны из них можно получить самый дорогой я бы сказал для здоровья это белый чай чем он интересен выброс листиков дает массу биологически активных веществ которые можно использовать для вашего здоровья особенно ценно что такой чайный лист содержит много витаминов c и b это два основных антиоксиданта которые помогают заниматься вам активной профилактикой в случае необходимости лечением рака почек кожи и легких именно эти органы вот эти флеши их биологически активные вещества берегут в первую очередь что также очень важно белый чай содержит мало алкалоидов кофеин теобромин теофилин это не самые простые алкалоиды они обладают уникальными инсектицидными свойствами иными словами насекомые при только ощущение что эти алкалоиды где-то рядом разбегаются травоядные жвачные животные не питаются чайным листом по той же причине у них возникают определенные проблемы человек когда используют чай в своем рационе питания среди тех напитков которые он употребляет должен учитывать это но об этом я расскажу в одном из следующих видео все-таки как приготовить ведь способ приготовления определяет активность этих алкалоидов их влияние на ваш организм а вот белый чай содержит их минимальное количество это здорово максимальное количество антиоксидантов которые укрепляют ваш иммунитет и помогают вам пить не просто вкусный напиток но и полезный для здоровья правда вкусно я сказал с некоторой натяжкой потому что и белый чай и дальнейшее развитие чайного листа когда лист разворачивается уже достаточно большую поверхность и из этого высушив такой лист получается зеленый чай в этом случае эти чаи не очень вкусны и их чаще всего игнорируют хотя зря я бы сказал эти чаи самые ценные самые безопасные в плане вашего здоровья ценные в плане профилактики онкологических заболеваний и безопасные в плане их провоцирования но выбор делает каждый для себя для того чтобы расширить линейку чайный лист не просто высушивают его обрабатывают и зависимости от степени обработки вначале появляется желтый а затем красный чай это все тот же чай китайский просто подвергнуты частичной ферментации что получается в этом случае часть биологически активных веществ окисляется в том числе и витамин c его количество снижается а появляется ароматические вещества и за небольшое снижение лечебных свойств и увеличение ароматических свойств эти чай назвали императорскими они уже обладают приличными вкусовыми качествами но конечно лечебные свойства снижены и по понятной причине дальнейшая ферментация приводит тому что появляется черный и синий чай эти чай и обладают максимальным вкусом активность биологически активных веществ при этом естественно снижается потому что ферментация это научный термин а по простому можно назвать очень просто это гниение вы видите лист зеленый на любом кусте на любом дереве осенью лист желтее краснеет а когда вы его достаете весной из-под снега он весь черный аналогичный процесс только управляемый происходит с и листом чая китайского и что вы имеете на выходе если белый и зеленый чай содержат 300 миллиграмм процентов витамина c то черный чай 30 иными словами в десять раз снижается антиоксидантная активность и протективная роль витаминов c и b по отношению конка клеткам и в этом случае получая определенный вкус вы жертвуете вот этим действием на иммунную систему на биофлавоноиды также уменьшаются в количестве потому что происходит процесс конденсации биофлавоноидов в более крупные молекулы появляется катехин и появляются другие дубильные вещества иными словами антиоксидантная активность и белла ваннули также будет снижена каждый пиа флавоноид напоминает мою руку содержит несколько активных групп и каждая из них может нейтрализовать одно из токсических веществ и выполнить антиоксидантную функцию для того чтобы укропнение произошло молекул они связываются и количество активных групп уменьшается зато молекулы становится достаточно большой и вот увеличение количества дубильных веществ напитки которых нужно правильной технологии приготовления во время и полноценно избавиться провоцирует при контактном действии на слизистую атрофические процессы если вы неправильно пьете черный чай или синий чай у вас атрофические процессы начинаются в полости рта далее подвергается воздействию горло пищевод желудок и на финише толстый кишечник вот если вы не знаете как правильно готовить черный чай у вас риск развития рака обозначенной локализации увеличивается если вы конечно не знаете и другие факторы риска который также нужно уметь учитывать я давно нахожусь в этой теме более 30 лет общего стажа врача фитотерапевта диетолога 7 поколений включая меня разрабатывали фитотерапию и я знаю как управлять травками правильно что нужно делать для того чтобы ваша иммунная система работала хорошо некоторую информацию опубликовал в более чем 50 книгах и брошюрах в том числе и по онкологии одна из первых брошюр была победите рак далее была книжка рак профилактика лечения реабилитация вы одна из таких интересных них рак профилактика ранняя диагностика вот ранняя диагностика очень важно и правильное использование не только чай но и других компонентов входящих ваш здоровый образ жизни или ваш уникальный образ жизни либо предупреждает развитие рака различной локализации либо увеличивает рейтинг и значимость определенных факторов для вас например если вы любите пить черный чай неправильно приготовленный неправильно не с точки зрения цвет вкус и аромат с точки зрения влияния на ваше здоровье и у вас в рационе мало термических обработан термически обработанных овощей и фруктов вы злоупотребляете сырыми продуктами питания а также возможно вы не знаете как правильно употреблять красные виды мяса как правильно готовить свинину говядину маранину телятину конину и с какими продуктами правильно сочетать то у вас повышается риск рака толстого кишечника и другие особенности могут быть я опубликовал это все в этой брошюре и оценив особенности вашего образа жизни вы легко можете проверить насколько те факторы риска которые перечислены в этой книге важны именно для вас и в каком органе в какой системе наиболее вероятно развитие онкопроцесса ранняя диагностика может позволить выявить рак на ранних стадиях и свое время провести лечение а будет это оперативное лечение химиотерапия облучение либо вам достаточно будет вовремя укрепить иммунную систему правильно готовить чай и другие компоненты вашего образа жизни нужно подкорректировать чтобы не дать онкологическому процессу развиться в критическую массу более подробную информацию я опубликовал в одной из последних опубликованных книг кофе рейши алоэ вера и ваше здоровье здесь много факторов которые позволяют так или иначе укреплять вашу иммунную систему ну а дорогу осилит идущий если вы понимаете что выбор чая для вашего здоровья для вашей иммунитета очень важен я попросил бы вас написать комментарий я не люблю или я не буду играть в русскую рулетку вы теперь понимаете что ваше здоровье ваших собственных руках и выбрать чай легко и укреплять свою иммунную систему также легко вот этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео можете поставить на это видео еще и лайк если вы забыли написать комментарий напишите комментарий как вы относитесь к этой информации я буду знать кто смотрит мои видео и насколько они важны и интересны для зрителей моего канала кстати если вы еще не подписчик моего канала это легко сделать в один клик подпишитесь на мой канал и более 800 видео относящихся к теме активного долголетия и здоровья на моем канале будут вам доступны вы легко сможете воспринять эту информацию ну а я подумаю как написать лучше следующее видео и разместить на своем видео канале до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram